Прямой разговор с руководителями краевого уровня в присутствии вице-губернатора Анатолия Вороновского, который курирует вопросы капитального строительства. Газовики говорят о дефиците голубого топлива, отказываются выдавать технические условия, а это означает в том числе задержку со строительством сетей низкого давления. Одна из таких проблемных точек – район села Джигинка. Газовики поясняют, дефицит по уже построенным объектам они сняли. Сейчас идет строительство мощной газораспределительной станции в Верхнем Джимите. Параллельно систему объединяют межпоселковыми магистралями, чтобы дефицит покрывался за счет избытков в других точках. Это вопрос эффективности. Вместе с тем и сегодня на Джигинской станции есть определенный запас мощности. Энергетики вкладывают в инфраструктуру внушительные суммы. Вместе с тем в муниципалитет поступает внушительный же объем жалоб на качество электроснабжения. Без них не обходится ни один сельский сход. Мы понимаем, мы видим этот год у нас, как аномальная температура, соответственно, пиковые нагрузки. Конечно же, техника не выдерживает такого решения. Поэтому всегда должен быть запас мощности, запас прочности, запас живучести. И вот здесь экономить нельзя. Надо повернуться к этой проблеме. Лицо докладывать инвесторам, докладывать руководителям, собственникам и заниматься очень серьезно. Но если зашли на это, то, пожалуйста, вы представляете качественную сумму. Напряжения нет. Свет отключается, все ломается. Я все понимаю. Но у нас курорт, у нас люди. Давайте развиваться. Давайте что-то делать. Но я не знаю, с запасом, без запаса. Но это же бизнес, вы же там зарабатываете. А нормально. Сегодня инфраструктура не поспевает за бурным развитием муниципалитета. Вместе с тем, большая часть капитального строительства сегодня выполняется за счет государственных программ. Муниципальные власти рассчитывают на субсидии из краевого бюджета, чтобы наладить централизованное водоснабжение хуторов «Рассвет» и «Заря». Там сегодня пользуются скважинами. Анатолий Владимирович, мы просим оказать содействие по включению указанного объекта в программу, так как эти два хутора у нас совершенно не имеют центрального водоснабжения. Недавняя авария на магистральном водоводе показала, что необходим его дублер. Уже объявлен конкурс на проектирование. Со своей стороны водоканал ежегодно заменяет более 5% своих труб. То есть больше норматива, заложенного краем. Что отметил и Анатолий Вороновский. Он также поддержал инициативу главы курорта Юрия Полякова об организации кольцевого движения на трассе в районе санатория «Россиянка» и строительстве дополнительной полосы на выезде из города. Вице-губернатор поручил все озвученные вопросы взять под особый контроль. Александр Ребекко. Анапа. Регион.